Братское общение Насчет греха Господь сказал Дана мне всякая влада на небе и на земле Иисус Царь Иисус Царствует Ему дана вся вся влада на небе и на земле Почему так много несправедливости на земле Потому что люди по старинке верят, что дьявол что-то может И он берет эту владу И нею керуются Все в духовном свете Верою берется Я сказал, что вера это инструмент И вот Да, действительно До того, как Свершилось Влада была У дьявола Но это Влада перейшла У дьявола До Иисуса Но люди не осознали этого И вот Как дает Дьявол И может действовать Допустим, даже те, которые Которые Стули Отлетают И так далее Ну Экстрасенсы Ну Экстрасенсы Которые поднимают Стули И так далее И вот Вот эти Вони пользуются Вот Дьявол Може пользоваться Только через Людину Он берет Віру Людине И этим пользуется И что веришь Тим и будут Вот Он ничего Он надувает Щуки И говорит Я главный Я остався главным Люди Мы осознали Что все Что влада перейшла От него От дьявола До Иисуса Христа Иисус сказал Дана мне Всяка влада На небе И на земле Короче Змена Влада Произошла А люди По старому Думают Что он Что-то Может И они Живут Так Вони Вони Что они Верят Дьявол Берет Цю Віру И Цей Вірою Пользуется И Робит Всякие Гадости На земле Если Б люди Осознали Что Вже Все Что Він Не Має Влади Что Иисус Господь Что Иисус Царь И Вірили В Иисуса Христа Він Просто Не Зміг Зміг Зороби Нужно Возвращаться Потому Что Иногда Доходит Туго Скажи Людине Что Вона Грешна Вона Верит Одразу А Скажи Что Не Грешна Скажи Что Ты Свят На самом деле Свят 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 Адам Людина Верит Одразу И Это Что Сробил Иисус Надо Ей Доказывать Рассказывать И Она Не Сразу Прийма И Так Далее Это Как Сорняки Допустим Специально На огороде Сажать Не надо Они Сами Растут Что Хорошее Вырастить Нужно Посадить И Прочее Или Допустим Вот Какую-то Гадость Какую-то Сплетню Информацию Плохую Допустим Люди Охотно Слушают И Передают А Что Хорошее Допустим Свидетельство Очень Сложно Очень Сложно Распространять Информация Хорошим Чем Вот Это Как Последствия Греховности Скутки Гжеху Гжеху Если Можешь Скутки Гжеху И В первую очередь Скутки Последствия Обновить Если Обновить Мума Вашего Аминь Аминь Да Аллилуйя Вот Это Очень Слава Богу Слава Слава Не хватало Ночи Я Подозреваю Да Вот Не хватало Динамики Не хватало Да Класс Слава Богу Ну Что ж Всему Свят Час Я знаю Всему Свят Час Булечки Как поляки Булечки Да Слава Богу Нет Действительно Это Очень Слово Очень Важное Послание Я Сам О Этим Думаю Думаю С разных Сторон Размышляю И Вот Такий Приклад Такий Приклад Архангель Михаил спорит з дьяволом о Моисееве теле Скорее всего Скорее всего Дьявол хотел забрать Моисееве тело И чтобы ему поклонялись так, как поклоняются сейчас И так далее И так далее И вот И он написано Что он не Тот Как сказать Командир ангелов Який дьявола кинул на землю Який Ну Этот Сам Он говорит ему Запретить тебе Господь И не Не говорит Ну Осуждающих слов И Чему это так Чему это так Или допустим Когда Это Как же написано Что Пришли Сыни Божьи на собране И дьявол прийшел Это Иова И прийшел Пришли Сыни Божьи И тут дьявол прийшел Чего ты припаешься вообще Ну Какое то совещание И прийшел этот И прийшел дьявол Он Пришел на законном И начал еще что-то разговаривать Да 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 Еще 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 Полный Да Полный Вин прийшел на законном основании Чому Потому что Владу Влада над целью землею Долить Долить Так вот сюда Долить А От сюда Здесь вода хорошая А ну Вода из крана хорошая Да Ну Тут Все лучше Это куплено Ага 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 Почему Это так Потому что Бог Бог Дав Владу Адаму Тот Ей Ну Он не имел права Морального Но имел юридическое право Отдав Дьяволу И он С этой Владой Ходил На земле Так сказать И приходил на это собране И через это Спорил с Архангелом Михаилом На законном основании На законной основании На законной основе Да Да Он имел право Имел право А сейчас Он не имеет права Иисус Иисус Смертью 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 Перемех Вон Он Забрал У нас есть война, голову отрубал и все, и нет, в духовном свете там не рубляли. Допустим, в духовном свете, иначе там творение вечное. Иисус перемег дьявола, подавши его собою, подверг его позору, он провел его перед свитою, перед материальным, моральным. Он сказал, что в него нет, ну это как просто взял его поводок за шею и провел, и сказал все, вот тот, который там, все, он не имеет влады. И все, он забрал владу и сказал, дана мне всякая влада на небе и на земле. И вот сейчас влада Иисуса Христа. А получаем те, в кого люди, получают те, в кого верят. Почему так? Потому что они верят в дьявола. А через это, через это так много войн, через это так много проституции, через это так... А поверить в Иисуса Христа и исполнять, освящиваться. Путь освящения, это вот там апостол Павел. Яков пишет, как путь освящиваться. Путь спасения, путь святости, освящения. Здесь есть праведность, а есть святость. Праведность – это величина постоянная. Праведность – мы одеваемся в праведность. Мы одеваемся в праведность. Мы одеваемся в праведность. Мы праведны. И это не от наших дел. Чтобы никто не хвалил, все написано. Мы просто одеваемся. И это праведность в вере Иисуса Христа. Это нет нашей заслуги. Апостол Павел говорит, что ты хвалил, как будто ты не получил. Вы получили все. Мы одеваемся в Иисусе Христа. Это праведность. А есть святость. Вот праведность постоянно величина. Мы уже не будем никогда ни больше праведны, ни меньше праведны. А есть святость. Это величина переменная. Можно быть более святым, менее святым. И вот, допустим, когда мы грешили, мы потеряли святость. Но мы не потеряли праведность. Мы все равно, как были сыны Божьи, так и есть сыны Божьи. И вот это просто фундамент. Фундамент – это Хрест Иисуса Христа. Потом идет праведность, на которой уже стоит и освящение, и все. Так что это надо разровнять чуть-чуть. Так что слава Богу. Праведность и освященность. Освященность. Я коротко скажу про освящение. Я говорил про освящение. Есть разные пути освящения. Вот. Допустим, что Бог нас освящает через то, через осознание, которое мы. И когда мы осознаем, что мы, что для нас сделал Иисус, и мы это провозглашаем, мы этим освящаемся. От, как написано, что от славы в славу. Ну, это, я же говорю, что это на это самое. Это целая проповедь на Хрест Иисус 40. Так что слава Богу. Есть разные пути, разные освящения. И, допустим, можно освящиваться, как, допустим, в лавре освящается, стать монахом, там, никого не видеть. Но монахи, кто честный, скажут, что жениться все равно хочется. Можно освящиваться путь освящения, как мусульманский путь освящения. Не кради от рук от рубахов. Не кради. Боится. Хочет красить. Но не кради. А есть библейский путь освящения. Это осознай, кто ты во Хресте Иисусе. И вот понимание этого, сила этого тебя изменит. Вот не кради. Ты не вор. Ты не вор. Не твоя природа. Уже не твоя природа. Уже не твоя, да? Да, да. Потому что да. Потому что вор, которого распяли со Христом, он тоже покаялся. И поэтому в его лице вся воровская природа ей положен конец. Так что сейчас над всеми працюем. Над собою. Опять же всего над собою. Вот как раз тоже ночью говорили, что вспоминали об этом тоже и Ризник тоже об этом говорил, тоже Кифа. И я вспоминал слова этого еще Грановского тоже, Антонина. 100 лет назад, который говорил, что прежде самого себя реформировать надо. И пробуждение, и реформация начинается именно с меня, с каждого из нас. И проповедник готовится, допустим, делиться Словом Божьим. Конечно пропускает через себя, через свой мир. Проповедник вообще не может ничего дать, то, что у него нет. Если у тебя нет этого, то ты не можешь дать. Сколько притворяйся, не рассказывай, что ты не понял, не понимаешь, и это у тебя нет. Иначе получится лицемерие просто. Религиозная схоластика, философия, демагогия. Ого, что такое схоластика я теперь знаю. Я раньше думал, ну схоластика что-то. Я не знал, насколько это все эти детали. И даже мое представление. Там и сами преподаватели философии, они когда рассказывают о схоластических школах, они дают общее направление. Но если бы вы посчитали эти труды, у вас была бы утрата вообще вкуса к любой религиозности. Потому что от большого ума исчезает желание служить, любить. А остается страсть к колупанию в тонкостях, особенностях латыни, грамматики, чтобы выразить философскую музыку. Откровение на откровение. А там он говорит, Пименов говорит, он философию преподает, что вот чем занимались католические богословы в Париже, в Сорбоне. То есть на протяжении столетий на богословских факультетах. Потому что писали комментарии на ранних схоластов. И один комментарий раскрывал другой, другой, другой. И дальше, дальше уходили от Слова Божьего. Уже забыли даже ради чего это все было. Ну да. Ну так вы рассказывали, что евреи тоже так. Ну это в природе падшего человека так оно и есть. Поэтому важно к основанию вернуться, к фундаменту именно. И строить именно на верном основании, на самом деле. Даже то, что соло-скриптура провозглашалась, это же как спасительный круг такой для церкви был, на самом деле. Это вызов был такой огромный просто. Только Христос, только благодать, только Богу славу, только веру и все. Они боялись соло-скриптуры. Ну а священники почему? Они думали тут с отцами, которые якобы должны знать писание, обученные люди, которые изучали. У них столько проблем, столько разномнений. Мы для видимости говорим, что там якобы единомнение. На самом деле любой священник, изучавший богословие, знает, что никакого единомнения нету даже в ключевых вопросах. Там у каждого своя правда. Вы можете на хвалынку выключить. Да. А в принципе. А вот. Сейчас. Сейчас.